Сделайте это приоритетом для всего района и все, что дается на весь район, направьте сюда. Не сделаю я этого, говорю прямым текстом, может меня освистывать и так далее. Но требовать от дорожников содержать в нормативном состоянии дорогу. И подняли вопрос, очень интересно, я рад, что хозяйствующий субъект, который работает, пришел сюда. Ставить на баланс сельские дороги и межпоселковые дороги. И запретить в непогоду тяжелому транспорту ездить и гробить наши дороги. Это наше право. И мы сейчас с гранитом решаем вопрос. Тот, кто испортил эту дорогу по осени в грязь, таская большегрузы. А кто не платит налоги за это? За что? За то, что они угробили дорогу? Они платят так же, как... Прошу прощения, мы хотим обратиться в суд и за счет того, кто угробил дорогу, восстановить дорожное покрытие. О том, что они платят налог дорожный, бесспорно платят, но и пользуются. Я на своем велосипеде проехал, а вы на своей легковушке. И когда большегрузы пускают, вывозя сельхозпродукцию и гробят то, что мы сделали, я с этим не согласен. Они должны платить больше. Вы меня понимаете или нет? Мы столкнулись с этим. Это сложный вопрос. Я им занимаюсь. Говорю так, как есть. Неоднократно это было. Ты можешь помолчать или нет? Ты задал вопрос, я на него отвечаю. Вот правдивый вопрос. Конечно. Вопросы, которые задают, должны быть поставлены перед тем, кто является хозяином дороги. Вы прекрасно знаете о том, что эта дорога регионального значения и собственником является автодор. Районная власть, местная власть отвечает за все вопросы от жителей. И как только начинает работать комиссия, еще полгода вы к щебенке никто не прикоснетесь. И как тонули в этой грязи, и будете продолжать. Потому что вот такие товарищи говорят, что воры одни. Вот, 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 вот видите. Подержи. Ну вот сейчас, сейчас, хорошо. Мне молодой человек говорит, я отвечаю ему не так. Встречаемся на дороге, вот живой свидетель. Он говорит, поставьте меня головой, я наведу здесь порядок. Уважаемый, подождите. Знаете, я поправку определенную сделаю, потому что, как бы, коснулся вопроса. Мы плавно уходим сюда внутрь, когда у нас находится еще дорога на Караческое. Мы проминули Караческое, Успенку и выезд на дорогу. Так вот, ответ письма, который занимался Суровцем, он не перейдет по электронке. Здесь написано следующее. Это предприниматель, который находится, фермер, который находится... Какой он предприниматель? Он кто? Он никто изводил никак. Сделал все буквально. У него жена, предприниматель. А он еще неизвестный зарегистрирован. В чем мы зациклились на этом всем деле? Тут очень много есть хороших ответов всех тех, которые подавали глава Долговского поселения и глава Успенского поселения. Дали ответ в область. После этого решение принято, что у нас дороги находятся в удовлетворительном состоянии. Это здесь написано. Наших с вами жалоб. Вы видите, те 6 километров, о которых шла речь. Ведь какие-то работы провели. И опять я проезжаю по этой дороге. Я говорю, мне бросают... Подождите. Те же фотографии бросают мне на WhatsApp. Я говорю, какая грязь? Я делаю ответ. Люди, март месяц. По-другому и не будет. Будет грязь. А не знайте, куда нам обращаться, если не можете вы нам помочь. Тогда скажите, куда нам обращаться, чтобы нам где-то помогли. Так я же вам говорю, что... Вы что-то там очень много всего сказали, я вам упомянула. Значит, мы на разных языках говорим. Обращение по этой дороге было президенту Российской Федерации, в следственный комитет, губернатору, в комитет по транспорту и так далее. А почему тогда вы нам не помогаете со всеми этими вопросами? Я же вам говорю, что обращение коллективное, совместное, наше с вами обращение от представительного органа вашего, от сельского поселения, от обращения от районной думы с просьбой рассмотреть вопрос и включить в проект бюджета Волгоградской области выделение дополнительных средств для Нехайского района, для того, чтобы дорогу привели в нормативное состояние. Я вас услышала, но мне очень обидно, что вы ставите приоритеты дорог с жизнью людей. С трехсот, ну сколько вы сказали? Вы верите, что кроме Успенки жители есть... А мы не любим.